Здравствуйте, в студии Денис Нитков, и сегодня гость нашей студии, заместитель главы администрации городского округа Воскресенск, Эдуард Арсеньевич Усов. Здравствуйте, Эдуард. Здравствуйте. Поговорим сегодня на крайне актуальную тему, коронавирус и службы экстренного реагирования. Эдуард Арсеньевич, начнем с первого вопроса. Все-таки какова сейчас ситуация с распространением коронавируса на территории городского округа Воскресенск? Ну, ситуация благоприятная. Наверное, все видели выступление главного врача Юрия Наумнича, который непосредственно сказал, что среди заболевших на сегодня день, среди жителей городского округа, двое человек находятся на контроле. Но, тем не менее, я бы не сказал, есть скрытые, мягко говоря, показатели, которых мы сейчас не знаем. Вирус распространяется быстро, но, к сожалению, результата, допустим, как он распространяется, кто у нас сейчас на сегодняшний день инфицирован, приходит с определенным опозданием. Поэтому говорить о том, что как реально сегодня ситуация по коронавирусу на территории городского округа достаточно тяжело. Но, тем не менее, сам факт говорит о том, что у нас среди наших жителей двое человек заболевших. Вот, а насколько мне известно, оба заболевших были выявлены на ранней стадии. То есть, у них обоих болезнь протекает, в общем-то, бессимптомно. И это, на самом деле, на сегодняшний день, наверное, главная опасность. Ну, главная опасность не в том, что они бессимптомно проходят это заболевание, а в том, что люди, которые непосредственно являются переносчиками коронавируса, они находятся среди людей, переносят его, не зная о том, что они практически заражены. Поэтому для этого правительство Российской Федерации в свое время приняло такое решение о том, чтобы беспрецедентные меры принять, делать возможность такую, чтобы люди находились дома и в местах массового скопления людей между собой не встречались, чтобы распространять эту инфекцию и предотвратить. Вот это действительно достаточно серьезный факт. И правительство Российской Федерации, я хочу обратить на это внимание, не просто пошло на эти крайние меры. Действительно, распространение коронавируса – вещь серьезная, очень достаточно серьезная. И если человек, достаточно плохой иммунитет у него, и сами прекрасно видите по странам Италии, Испании, что творится, то идет достаточно к серьезным последствиям, вплоть до летальных. Да, двое наших граждан, которые заражены коронавирусом, они практически, болезнь проходит бессимптомно, то есть нет серьезных последствий. И это хорошо. И дай бог, чтобы каждый, не дай бог, чтобы он заразился, все это проходило или бессимптомно, или с какими-то минимальными последствиями. Но говорить об этом, что действительно у нас все это пройдет достаточно хорошо, к сожалению, вирусологи, в том числе и врачи, говорят о том, что всякое может быть развитие ситуации. Мы должны готовы быть к худшему варианту. Ну, знаете, я это имел в виду, что люди, которые бессимптомно переносят это заболевание, могут, не зная о том, заражать большое количество людей, контактируя с ними. То есть получается, что сегодня человек, даже если хорошо себя чувствует, все-таки должен соблюдать какие-то меры предосторожности, верно? Все правильно вы говорите. К сожалению, бессимптомность протекания болезни, когда действительно никто из нас не обращается к врачу, но тем не менее болезнь имеет место быть, и человек заражен коронавирусом, он является разносчиком этого заболевания. И когда он попадает в место массового скопления людей, к сожалению, есть вероятность, и высокая вероятность о том, что это распространение коронавируса будет продолжаться по отношению к другим людям. Поэтому, конечно, вот эти вот беспрецедентные меры, которые были приняты нашим правительством о разобщении людей, о нахождении их в домашних условиях, это действительно серьезные мероприятия, которые были предусмотрены после тех последствий, которые у нас сложились в Испании, в Италии. Это действительно так оно необходимо, именно нам разобщаться, находиться какое-то время, чтобы не дать возможность коронавирусу распространяться среди нас. Вы знаете, сейчас все чаще читаешь в интернете, слышишь от людей, что больше паники, чем реальные опасности. Насколько это утверждение верно? Смотрю, как у нас ситуация в городском округе, съезжу, катодролирую, как у нас организовано закрытие мест, в том числе и торговли промышленными товарами, вы видите, многие торговые точки, кроме продуктовых точек, закрыты. Значит, к сожалению, люди не испытывают, ну, мягко говоря, даже не понимают, чем это грозит. У них нету страха, что ли, да, перед распространением этого коронавируса, хотя действительно ситуация достаточно серьезная. И к чему она может привести, мы видим по результатам распространения в странах Европы, в странах Китая, в стране Китая, да, Китайской народной республики, если мы берем первоначально, откуда это все пошло и как это распространялось, да, Китай, смогли победить. Почему смогли победить? Первое и основное, грубо говоря, на что они делали упор, это на дисциплину. И когда вопрос стал о карантине, его, эти проблемы, именно связанные с карантином, мы выполняли все граждане Китая четко, жестко, дисциплинированно. Поэтому они в кратчайший срок и смогли победить коронавирус. Вот. У нас, к сожалению, граждане немножко относятся к этому халатно. Они думают, ну, коснулось кого-то, меня это не коснется. Но, к сожалению, с вами живем рядом с Москвой, в московский регион, и, к сожалению, распространение коронавируса здесь, если посмотреть по другим регионам, Российской Федерации очень активно. Поэтому мы должны понимать, что мы попали с вами в зону риска. И выполнение мероприятий именно по профилактике коронавируса – это наша с вами на сегодня самая основная задача. Скажите, пожалуйста, администрации городского округа Воскресенск на данном этапе какие предпринимаются меры для того, чтобы остановить распространение коронавируса? Ну, я хочу сказать, что мы четко придерживаемся тех указаний и тех рекомендаций, которые приходят к нам с правительства Российской Федерации, с правительства Московской области, постановления губернатора, и они четко указаны, и все граждане, которые, соответственно, хотят понять, какие ограничения, в том числе, подразумевается период проведения карантинных мероприятий, там все указано. В первую очередь, это наша с вами основная задача, и которую мы сегодняшний день администрация выполняет, это закрытие всех мест массового скопления людей, массы отдыха людей. Это кинотеатры, это торговые точки, торгово-развлекательные центры и так далее. То есть все там, где возможно скопление людей, они все практически закрыты. Вы это сейчас прекрасно наблюдаете. Второй момент для того, чтобы разобщить людей, не дать возможности массового скопления, это проведение мероприятий в местах массового скопления людей, на улицах, в общественных местах. С этой целью у нас совместно с волонтерами и сотрудниками полиции организованы патрули, особенно в вечернее-ночное время. Особый акцент мы берем с 19 часов до 24 часов. Наши волонтеры вместе с сотрудниками ходят, разъясняют жителям и гражданам, которые у нас находятся здесь на территории городского округа, с целью, соответственно, беречь себя в первую очередь, ну и выполнять те карантинные мероприятия, которые необходимы. Кроме этого, значит, с 10 утра до 10 вечера, значит, по использованию средств гонокоградящей связи мы доводим до населения, значит, чтобы соблюдать эти меры безопасности, обращая внимание на проведение карантинных мероприятий. Ну, это вы прекрасно слышите, весь округ слышит. Соответственно, есть, конечно, у нас отдаленные уголки, где, к сожалению, не берет гонокоградящая связь. Но с этой целью мы используем возможности средств МЧС, средств полиции, где по гонокоградателю машины ездят, соответственно, также граждан обращают внимание на выполнение карантинных мероприятий. Поэтому вот эти самые основные задачи, которые мы имеем. Ну, кроме этого, соответственно, оказываем помощь и социально незащищенным слоям. Да, это принято тоже беспрецедентно, с моей точки зрения, мера, губернаторам раздачи продуктовых наборов социально незащищенным слоям. Это происходит постоянно, грубо говоря, списки, соответственно, мы формируем, и благодаря нашим волонтерам эти продукты разносятся. Знаете, на первом этапе лично был свидетелем, когда в ряде торговых объектов, по ряду торговых объектов совершали обходы сотрудники полиции и даже сотрудники администрации. И выявили, например, выявили одно ИП, которое продолжало работать. Их строго предупредили. Вот сейчас на данном этапе, насколько строго представители бизнеса соблюдают вот эти карантинные меры, за исключением тех, кому на сегодняшний день губернатор Московской области дозволил продолжать работу. Ну, тот, что дозволит продолжать работу, да, действительно, это место имеет быть, но тем не менее, в связи с этим хочу, соответственно, акцентировать внимание. Да, предприятия открываются, те, которые необходимы. Во-первых, те, которые у нас, цикличные предприятия, которые мы закрыть не можем, в том числе и организации, которые обеспечивают жизнедеятельность, они продолжают работать и по сей день, и не останавливают свою работу. Это жизнедеятельность, в первую очередь, граждан, жилищно-коммунальная сфера. Те предприятия, которые с замкнутым циклом, и которые нельзя остановить, они тоже, соответственно, работают. По остальным предприятиям, для того, чтобы как бы поддержать, да, предприятие было принято решение, разрешение ряду предприятий открыть и осуществлять свою деятельность. Но, тем не менее, вменено в обязанность руководительным предприятиям без участия меры защиты. То есть это маски, это перчатки, это средства гигиены, то есть в обязательном порядке, чтобы эти меры выполнялись собственниками и руководителями этих предприятий. Поэтому это тоже мы будем контролировать в обязательном порядке. Но я понимаю, что прекрасно, что торгово-развлекательные центры большие, соответственно, убытки несут. Но, к сожалению, надо немножко потерпеть. Это наше с вами здоровье, это наша с вами безопасность. Никуда мы от этого не денемся. В связи с этим хотелось бы узнать, как сейчас работают экстренные службы, что изменилось в их работе в связи с введением режима всеобщей изоляции? Ну, я хочу сказать, что с 13 марта мы все в состоянии повышенной готовности, будем так говорить, и экстренные службы в том числе. Мы работу, соответственно, не прекращали каким-то определенным образом активизировать свою деятельность. Где-то людей добавили, где-то технические срыва подключили. Для того, чтобы полностью те экстренные вызовы и сообщения, которые идут к гражданам, мы смогли своевременно на них реагировать и, соответственно, оказывать помощь гражданам. Это я имею в виду систему 112, это действие скорой помощи, это действие пожарной охраны силами МЧС и, соответственно, действие полиции. То есть здесь все находятся в повышенной готовности и при необходимости мы можем дальше наращивать усилия по обеспечению безопасности граждан. Но в целом работа нормальная, то есть в плановом порядке никаких таких особых, мягко говоря, каких-то проблемных вопросов по городскому кругу нет. Что касается средств индивидуальной защиты, например, в том же спасотряде, например, они есть в достаточном количестве? Да, у нас у всех сотрудников, которые непосредственно особенно выезжают граждан, есть средства индивидуальной защиты, в том числе и маски, и перчатки, все, соответственно, оснащены всем необходимым. Знаете, буквально на прошлой неделе мы выдали в эфир такой небольшой материал, наш корреспондент, находясь дома на самоизоляции, снял футбольный матч. Дети во время вот этих карантинных мероприятий играют в футбол. Приехали сотрудники полиции, и там видно было, да, что весьма вежливо их попросили разойтись. Матч футбольный остановили. И также люди мне пишут в соцсетях, что есть места, где люди вечерами гуляют, все равно собираются массово. Кому обратиться, чтобы это остановить? Ну, давайте сделаем так. Значит, у нас есть система 112. Если какая-то информация есть по тому, что граждане не собираются и, соответственно, проводят какие-то мероприятия, звоните, то информацию, соответственно, будем принимать. Но у нас основная, значит, федеральная структура, которым занимается именно контроль за соблюдением мер карантина, это полиция, да, это Министерство внутренних дел. Поэтому звонки, соответственно, нужно направлять или в полицию, или в систему 112. В любом случае, мы меры примем, да, к этим гражданам. Вот в связи с этим я хочу обратиться к гражданам именно на выполнение карантинных мероприятий. Уважаемые граждане, давайте обезопасим себя и своих близких. Давайте выполним все карантинные мероприятия в полном объеме. Мы тем дадим возможность, мягко говоря, остановить распространение коронавируса на территории городского округа и в целом на территории Российской Федерации. Особенно нужно думать о наших пожилых гражданах, о наших мамах, родителях, дедушках, бабушках. Давайте о них подумаем в первую очередь. Все мероприятия, которые мы проводим, в том числе и личной безопасности, предотвратят распространение коронавирусной инфекции. Нам нужно об этом думать очень серьезно. Вы знаете, еще один такой момент. Многие молодые люди, зная, что у многих людей в возрасте до 45-65 лет вирус протекает достаточно слабо выраженно. Конечно, не у всех, но есть. Но они не понимают, что они могут заразить, даже если у них вирус будет протекать бессимптомно, заразить своих родственников. Ведь так? Я немножко отвечаю на этот вопрос. Вспоминая свое, мягко говоря, детство, юность, не было никогда такого, чтобы беспрецедентных мер принимало правительство, причем правительство разных стран, для того, чтобы пресечь распространение вирусной инфекции. Если вы сами посмотрите внимательные новостные каналы, и то, что у нас в средствах массовой информации было опубликовано, распространение коронавирусной инфекции ВИЧ достаточно серьезной, потому что последствия очень серьезные. Если мы говорим о 65-летних, плюс, как сейчас это у нас принято в обиходе говорить, да, действительно, это достаточно такая, мягко говоря, социальная группа, подверженная именно серьезным последствиям заболевания коронавируса. Но если говорить о том, что она не распространяется среди молодых, извините, тем не менее, факты говорят о том, что и молодые уже сейчас, и, соответственно, заражаются коронавирусной инфекцией, и начинают болеть достаточно серьезными заболеваниями, и ударяют не только, соответственно, по легким, да, когда заболевания, пневмонии происходят, но и по другим органам. Поэтому надо серьезно к этому относиться. Не факт. Во-первых, вирус сам мутирует, и мы в этом сейчас слышим и видим, и вирусологи об этом подтверждают, что вирус мутирует, и, соответственно, могут какие-то изменения быть со стороны вируса. И молодые, соответственно, заражаются, серьезные последствия, и дети заражаются, уже идут серьезные последствия. Поэтому еще раз говорю, ну, мягко говоря, о том, что давайте вот эту группу мы изолируем, да, мы молодые, и нам ничего не будет. Нет, такого, к сожалению, сейчас нужно говорить о том, что нужно обезопасить всех, и молодых, и пожилых людей от распространения и заражения этой инфекцией. – Более того, все-таки вирус нанесет, уже очевидно, что будет нести серьезные экономические последствия для российской экономики. И чем раньше мы это сможем остановить, тем меньше последствий будут. Ведь так? – Если мы будем сейчас немножко халатно к этому относиться, а, к сожалению, мы видим, что граждане округа не понимают многих вопросов, да, или холодно к этому относятся, то, к сожалению, последствия будут быть серьезными. Поэтому давайте немножко все-таки потерпим, да, и до 30 апреля все посидим дома на карантине. Выполним все рекомендации, которые дало правительство Российской Федерации. Ведь она не просто так, еще раз подчеркиваю, это беспрецедентные меры. Я такого в жизни не помню, чтобы раньше принимали такие меры правительства. – Это действительно так. Спасибо вам большое за ваши ответы. – Спасибо вам. – Я прощаюсь с нашими телезрителями. И будьте здоровы, берегите себя и, главное, своих близких. – И не болейте. – Болейте. Всего доброго. – 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 Всего доброго. Продолжение следует...